Муж каждый год отправлял свою жену восстанавливать действие. Это не я. Сначала к вам всех. Примерно один год секса может не быть. Секса не будет у них у двоих или только у одного из них? Одни фиськи смотрят в голове. Там зрелище не для слабонервных. Проходите скрининги, которые бесплатные в нашей стране. Айфо вам секса и безопасного. Всем привет. Меня зовут Камила. Я работаю в коммерческом отделе сети клиник «Жемчужина Стамет». В гостях у нас замечательные люди. Наш врач с многолетним опытом, гинеколог, онколог, нутрицолог и специалист по эстетической гинекологии Фоменко Юрий Михайлович. А также психолог, сексолог, арт-терапевт и член Ассоциации практикующих психологов Казахстана Владимир. Добро пожаловать. Спасибо. Несмотря на то, что у Юрия Михайловича такой широкий профиль, сегодня мы обсудим, поговорим о животрепещущей теме, такой как эстетическая гинекология. Юрий Михайлович, прежде чем задать вам вопрос, я бы хотела, чтобы вы нам рассказали немножко о себе. Здравствуйте. Ну, как вы меня уже представили, меня зовут Юрий Михайлович Фоменко. Я врач-акушер-гинеколог, онколог, доктор-PhD. Я окончил Карагандинский государственный медицинский университет в 2011 году. В 2012 году окончил интернатуру по специальности акушерской гинекологии. После этого поступил в магистратуру по специальности медицина и закончил PhD-докторантуру в 2020 году. Ну и, собственно, доктор-PhD сейчас. Кто не знает, доктор-PhD это доктор философии по медицине. Такой эквивалент КМФ, кандидату медицинских наук, но требования немножко пониже, если честно говоря. Вот. В данный момент я практикую в городе Караганда в онкологическом центре областном. В основном провожу операции по поводу онкологических диагнозов пациенток. Вот. Также занимаюсь, как вы уже сказали, эстетической гинекологией. Мне было бы очень интересно узнать, как и нашим всем зрителям, что же вообще такое интимная пластика? И как актуальна у нас в Казахстане она сейчас? Интимная пластика в основном подразумевает под собой хирургическая коррекция каких-либо дефектов в всем понятной зоне. И сюда относятся такие операции, как лабиопластика, то есть коррекция малых половых губ при необходимости. Также сюда относятся вагинопластика, различные виды. Перенеопластика, то есть, так скажем, удаление дефектов промежности. Чаще всего они возникают после родов, то есть это различные разривы. При неправильной технике ушивания и либо неушивания, формируются рубцы, которые в дальнейшем могут ухудшать качество жизни женщины, ну и, конечно, иметь не очень эстетический вид. Поэтому, собственно, женщины обращаются за данными видами. Вообще сейчас часто обращаются к нам? Ну, должен сказать, что все чаще и чаще. Конечно, в больших городах, такие как Алмата, Шимкент, это более востребованные запросы, поскольку там больше населения. Ну и женщина, как бы, должен сказать, даже, может быть, больше не женщина, а их супруги. Супруги, да, да. Я знаю, ну, при общении с врачами из этих областей, из Узбекистана, Кыргызстана, они рассказывают, что сами супруги приводят, да, своих женщин к врачам для коррекции. Вот. То есть, должен сказать, что в последнее время это, скажем, набирает обороты, становится более популярным. Владимир, я бы хотела у вас узнать, вот, многие пары, после того, как у женщины родила, у них портятся отношения, охладевают. С чем это может быть связано? Какой-то психологический барьер у них, либо это физиологически всё-таки есть какая-то роль? Здесь очень много факторов. Первый фактор, мы всегда, ну, те, кто опытные психологи, мы любим всё-таки обращаться к врачам за помощью, потому что после рождения меняется гормональный фон. И большое количество вещей, особенно в области сексологии, ко мне приходят только на приём после посещения врача. То есть, для того, чтобы убедиться, что нет никакой физиологической именно причины, а причина находится именно где-то в голове, это область ментальной сферы, и тогда мы уже занимаемся, мы понимаем, что здесь нужна какая-то психотерапия. Другой фактор, помимо гормонального фона, который изменился, это фактор того, что всё-таки появился маленький ребёнок на свет. И поэтому ритм жизни молодой или немолодой пары, он меняется радикально. То есть, это абсолютно смена всего, и как бы человек может смириться, даже что где-то примерно один год, секса может не быть. То есть, его может не быть вообще. И как бы, ну, в сексологии это считается такая вот, ну, норма для всех очень разная. Секс они будут у них у двоих или только у одного из них? Мне интересно, по сути. Давайте возьмём всё-таки пара, которая является более моногамной, и они не выступают за полиаморию, да, полиамория – это когда они считают, что надо много, как, ну, осчастливить людей вокруг. Нет, а моногамная пара – это те, кто считает, что их хватает друг друга, да, и поэтому мы предположим, что они должны хранить верность друг другу и хранят. Поэтому, да, секс они будут у обоих. Теперь дальше вопрос, что мы подразумеваем под сексом, под сексуальной жизнью. Это тоже очень интересный вопрос. Если мы говорим именно про сексуальный акт между мужчиной и женщиной, то его может, правда, не быть. Тоже по разным причинам, и, наверное, специалист может сказать, да, почему он, допустим, будет достаточно дискомфортным после именно рождения ребёнка, и какой период времени стоит воздержаться даже, в принципе, от проникновения. Но помимо того, что есть проникновение, пенетрация, у нас же есть другие виды секса. Это может быть оральный секс, это могут быть петинг, это могут быть ласки, это могут быть какие-то прикосновения, это может быть эротический массаж. И это будет некой сублимацией самого полового акта. И вот именно когда теряется пара, то в догадках, то есть что делать, потому что всё-таки тенденция, которая сложилась вообще в Республике Казахстан, это некая неосведомлённость людей о том, что такое в принципе сексуальная жизнь и как много в ней компонентов. И мы восстанавливаем сексологи все эти компоненты, но мы не являемся секс-инструкторами. Мои друзья очень радовались за меня, они говорят, я говорю, я не секс-инструктор, нет, 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 не моя тема, но мы восстанавливаем, то есть мы показываем им, иногда какие-то советуем фильмы для восстановления романтики, иногда какие-то рекомендуем книги, специальные сайты, поход в специализированный магазин для того, чтобы хоп, и они вот восполнили тот вот аспект, который у них, допустим, стал западать, по какой-то причине. Часто вообще женщины к вам обращаются? Может быть, сейчас есть такое, что приходят парами уже? У меня приходят парами, когда речь касается развода, к сожалению, у меня только такая тенденция, у меня не было ни разу пары, которые бы спрашивали меня про сексуальную жизнь. Приходят женщины чаще спрашивать, да, про свою сексуальную жизнь, и это тоже всегда иногда выглядит, как глухой телефон, потому что тоже есть такое явление, когда все на приёме у психолога стараются себя выставить с лучшей стороны. И поэтому я знаю только правду или полуправду, да, от одной стороны, поэтому там могут приврать, и я вот работаю с тем, что у меня есть. Конечно, мне бы хотелось поработать именно с парой для того, чтобы увидеть эту правду, то есть где что утерян какой-то тоже... Но вентилятор еще до этого не дорос, да, скорее всего? Дорастает, дорастает. Началось вот именно приход ко мне как к сексологу именно в период ковида, то есть предполагаю, что за то, что люди так долго были вместе в одной квартире, там что-то начало закипать в хорошем и в плохом смысле, и поэтому они такие, пора к психологу. А ещё, допустим, муж и жена, по идее, они, наверное, самые близкие друг к другу люди, но именно эти вопросы они не могут обсудить между собой. Ух! Ну да, как говорит моя коллега, это песня. Это, наверное, главная причина, в принципе, диалогом в стадии кризиса семейного, в стадии, когда наступает именно период вот предразводный, разводный, послеразводный период. Причина практически 80% случаев было то, что пара не разговаривала. Да. Они не обсуждали ничего. Я пытаюсь им донести о том, что это касается, в принципе, как отношений в паре, так и отношений детско-родительских. Диалог должен быть ежедневный. Мы не копим в течение всей недели, а на выходных это обсуждаем и портим друг другу настроение. Мы ежедневно что-то обсуждаем, и мы учимся обсуждать это не на повышенных тонах, а именно продуктивно, то есть используя эффективную коммуникацию. Я говорю, когда эффективная коммуникация ежедневно налажена, у нас нет вот того, что мы тащим с собой месяцами, замалчиваем, а потом выдаем в виде скандала, который, конечно, прорвется, потому что психика, она не железная, она все равно даст где-то сбой по разным причинам. У многих семьях не один, не два ребенка, три даже, да? Вот родила женщина, допустим, одного ребенка и хочет сделать интимную пластику, но она в дальнейшем думает еще забеременеть. Вообще, как-то повлияет это на будущее родоразрешение или нет? Ну, смотрите, здесь все индивидуально. Во-первых, зависит от того, что именно она хочет, какой вид пластики. Если это речь идет о лябиопластики, тогда да, можно, это никак не повлияет. Если требуется какая-то более, так скажем, масштабная коррекция, вагинопластика, перенеопластика, то тогда, если беременность планируется в ближайшее время, тогда смысла в этом нет. Да, тогда нужно беременеть, рожать, полностью выполнить свою репродуктивную функцию, да, и после этого уже решать эти вопросы. Вот если, допустим, ну, не планирует, ну, родила, допустим, двух-трех детей, сделала пластику и вот забеременела. Сильно ли это повлияет? Нет, это никак не повлияет ни на зачатие, ни на сам подбеременность и на сами роды тоже, скорее всего, никак не повлияет, потому что в большинстве случаев коррекции подвергаются более поверхностные слои, которые хорошо растягиваются и так далее. Да, если это какая-то более глубокая техника, тогда могут возникнуть какие-то моменты именно во время родов самих. Да, но это приведет, скорее всего, к разрывам, которые затем потом можно будет также пушить, ликвидировать. Ну, и тогда, скорее всего, потребуется повторная пластика. У меня есть знакомые, которые, ну, два-три года назад родила, это не я. Потому что всегда же говорят, если есть знакомые, то это по тебе, да, знакомые. Родила два года назад, условно. И у нее были очень тяжелые роды, да, были разрывы, и сейчас, допустим, можно сказать, что она немножко неуверенная в себе. Когда мы с ней обсуждаем этот вопрос, она говорит, что ей уже никакая пластика в принципе не поможет, она так вбила себе в голову и считает, что ей остается только с этим жить. Вообще, как-то можно это исправить или нет? Ну, опять-таки, все индивидуально нужно смотреть, что конкретно не устраивает женщину, да, потому что снаружи, навряд ли она что-то видит сама. Можно ощущение Максимально в зеркале, да, если это приносит какой-то дискомфорт, да, какие-то дискомфортные ощущения вплоть до боли при полном контакте и так далее, да, нужно смотреть. Но тогда здесь, скорее всего, уже вопрос не о пластике, а более какой-то более основательной коррекции идёт. Потому что пластика, если мы говорим об эстетике, это больше как бы внешние показатели. смотрите, у нас есть, я как женщина рожавшая уже, я примерно понимаю, как это всё происходит, и мне бы интересно было узнать, ну, как многим нашим зрителям, почему вообще, когда вообще нам можно обращаться после родов, чтобы понять, нужна нам пластика или нет. Ну, понятное дело, это не сразу после родов, потому что там зрелище не для слабонервных, это мягко сказано, я это всё помню. Через какой период можно будет обратиться? Ну, на самом деле, всё восстанавливается достаточно быстро, сразу после родов. После того, как всё было растянуто, после родов, ткани, они стремятся вернуться в исходное положение, в исходную форму. Да, конечно, в идеале это всё, в идеальное состояние это не приходит, но тем не менее. И если требуется, какая-то всё восстановится, да, функция, придёт в норму только после этого. и потом, зачастую, всё-таки, это больше исходит от женщины. Я повторюсь, да, если действительно что-то мешает, какой-то дискомфорт, тогда, да, с этим нужно работать. Хирургически можно, также и психологически, но, если есть прям дискомфорт, то, скорее всего, потребуется именно хирургическая помощь. А вот если ты пошёл к гинекологу, да, гинекологу, у тебя всё в порядке, но женщина просто вот хочет сделать, у неё психологический какой-то барьер есть, желания женщины хватит для того, чтобы осуществить пластику? Да, вполне. Вполне возможно. Если, да, женщина конкретно понимает, что именно вот этот фактор, да, влияет на её качество жизни, на её вот это эмоциональное психологическое состояние, конечно, да. И я знаю, вот общаясь с коллегами из Украины, вот там тенденция, наоборот, другая, именно женщина сама идёт, то есть, ощущая вот эти все, да, так скажем, дискомфорты психологические и физиологические, она сама идёт, да, то есть, не супруг её приводит, как у нас в Востоке, да, она сама приходит и после этого она себя ощущает, так скажем, полноценной, да, она более открыта, она более контактна с мужчинами, потому что это же действительно может быть достаточно большой проблем, да, женщина замыкается в себе, тем более, если на данный момент она одинока, у неё есть желание общаться с мужчинами, да, может быть, создать семью, но вот именно этот фактор будет её тормозить, останавливать, да, то есть, она ничего не сможет сделать и я не знаю, может быть, даже помощь психолога тоже здесь не совсем всегда поможет, да, надеюсь, что поможет. Я всё равно считаю, что, извините, что вмешался, я всё равно считаю, что перед каждой любой эстетической операцией, что будь то тазовая область, будь то лицо, будь то любая часть тела, я всегда рекомендую всё равно своим клиентам и даже и те, кто не мои клиенты, сначала сходить к психотерапевту, потому что любое желание изменить что-то в себе у психотерапевта, у психологов у нас вызывает некое подозрение. Зачем ты хочешь это сделать? То же самое мы рекомендуем перед желанием сделать огромную татуировку. Это слишком огромная татуировка, то есть, когда она маленькая, у нас мало вопросов. Чем больше татуировка, тем у нас больше вопросов. Также мы рассуждаем по поводу эстетики. Чем больше эстетическое изменение, которое хочет сделать человек или чистота этих изменений, я всё равно рекомендую сходить к специалисту, потому что это может быть вот это дискомфорт, о котором вы говорите, он иногда вызывается просто даже гормональным сбором. Это что-то внутреннее. Это не всегда в прямом смысле слова неживание. То есть, это нереальный именно какой-то дефект, который возник. Этот дефект может быть от того, что человек ипохондрик, и этот человек может во время операции отходя от наркоза, что-то не то услышать от специалистов, и это очень врезалось в память и в голову. Там вот кажется этому человеку, да, женщине, кажется, что вот теперь вот дефект у меня, теперь я дефектная. Я знаю огромное количество случаев, человек слышал то, что ему не нужно было слышать в момент или после операции. Поэтому сопровождение именно клинического психолога здесь колоссально важно. Это раз. И всё-таки перед любой. Ну, как маленькая рекомендация. Безусловно, это должна, конечно, лежать женщина, да? Это её желание. То есть, если она даже после похода к психологу, психотерапевту скажет о том, что нет, я хочу, мы говорим, хорошо. Но зато это более такая проверка на осознанный выбор, о том, что да, я действительно это хочу сделать. Всё отлично. Сначала к вам всех. Я понял. Скилку прописали. Маршрутизация вырисовывается. Сначала к Владимиру, потом к вам и уже. Да, повторюсь. То есть, если действительно проблема именно в этом, даже психологическая, то, скорее всего, после консультации специалиста хирургическое вмешательство поможет это решить. То есть, когда женщина после операции увидит эффект и вот это вот психологический дискомфорт, он сразу происходит. Как у меня сейчас, да, когда вы сказали, что полностью не восстанавливается, я такая думаю, о, капец. Я это думала, надеялась и верила. Вот так пойдёт всё. К сожалению. Юрий Михайлович, расскажите, как у вас проходят вообще операции, срок восстановления, есть какие-то рекомендации, может быть, перед тем, как прийти на операцию и саму, что нужно сделать? Ну, подготовка к операции, я думаю, это стандартный маршрут. Необходимо сдать все стандартные лабораторные анализы, общий анализ крови, мочи, биохимия, кагулограмма, то есть, посмотреть свёртываемость крови, чтобы не было кровотечения и так далее, ЭКГ, то есть, функция сердца. Мы всегда осматриваем обязательно пациентку, да, собираем анамнез, какие-то заболевания, может быть, и так далее. Всё это обязательно проводится, УЗИ, мы исключаем какие-то предраковые состояния, то есть, мозог, шейки матки, на онкоцитологию, маммография, если по показаниям, да, возраст, УЗИ молочных желёз обязательно, то есть, всё в комплексе, ну, поскольку я онколог, это у меня просто правило такое, да, чтобы мы ничего не пропустили, потому что зачастую во время этого обследования мы можем найти что-то ещё. Если женщина полностью здорова, ничего не угрожает, то тогда для неё эта операция пройдёт легко, она практически не заметит. Как проходит сама операция? Если мы говорим о лябиопластике, то, скорее всего, это будет местное обезболивание, и операция, в зависимости от сложности, может длиться от 30 минут до часа в этих пределах. в это время женщина полностью в сознании, конечно, если она всё хорошо переносит, полностью адекватно, если же какие-то здесь моменты, что я бы не хотела ничего не видеть, не слышать во время операции, решается вопрос тогда, может быть, о внутривенной анестезии, когда пациентка будет спать, хирург будет работать, ну, если честно, я больше предпочитаю именно такой вариант. Тогда пациентка спит, я спокойно работаю. Я тоже такое выбрала. Да. Ну, так более спокойно для пациентов тоже, я так считаю. Вот. Сама операция, ну, я думаю, прям технику здесь не обязательно всем рассказывать, да. Если мы говорим о перенеопластике и вагинопластике, да, здесь иногда может требоваться более глубокие какие-то техники, поэтому здесь я бы предпочитал всегда внутривенную анестезию, когда пациентка спит, то есть она не будет ощущать этих болей. Затем 30-60 минут проходит, все готово. После этого начинается самое важное, то есть сделать операцию это полдела, остальное это восстановительный период. Самый важный это первая неделя, после операции в течение нескольких часов пациентка наблюдается в палате, если все хорошо, нет кровотечения, от наркоза пациентка хорошо отошла, себя прекрасно чувствует, она спокойно может идти домой. Есть техники, когда не разрешается сидеть несколько дней, есть техники, когда садиться можно сразу. Ну, конечно, все должно быть в рамках разумного, там, не с прыжка на диван, как у нас сегодня, тем более. То есть это все должно быть, конечно, женщиной контролируемо, должен быть адекватной обработки раневой поверхности, особенно вот первую неделю. После этого уже все более спокойно, женщина наблюдается и максимальный эффект от операции женщина может увидеть через месяц, полтора, два у всех индивидуально, потому что спадает отек после операции и как бы швы постепенно рассасываются и такую красивую картинку можно увидеть уже в этот период после месяца. А когда вообще можно будет приступать к половой жизни вообще? Точно так же, где-то через полтора, через месяц, через полтора. То есть это будет зависеть от того, как идет период заживления, процесс заживления. У меня еще был такой интересный вопрос. У нас очень много открылось косметологических центров, которые проводят различные процедуры, в том числе и интимную пластику, коррекцию, омоложение, кто-то филерами ел, кто-то лазером. Стоит, конечно, что-то дешевле. У нас стоит 80 тысяч, у них буквально тысяч 40, но и женщины доверяют сокровенные таким вот псевдо врачам, хирургам, мясникам, можно сказать. Как вы считаете, почему нужно именно врачу довериться в этой операции? Ну, я с вами согласен абсолютно и сто процентов. Почему это должно быть в операционной, почему это должен делать специалист, который прошел обучение, знаю действительно, как это делать. Во-первых, как я сказал, до процедуры пациентка проходит все полное обследование, исключаются все какие-то противопоказания, заболевания и так далее. Полностью сканируем пациента, это раз. Во-вторых, в операционной это стерильность, это раз. Весь инструментарий, шовный материал, все должно быть стерильно, потому что инфекции могут приводить к очень печальным последствиям, если не соблюдается это. Во-вторых, почему это должен быть обученный хирург, то есть хирург должен знать, грубо говоря, что отрезать, сколько отрезать и как это потом все сшить. Если мы говорим про лябиопластику, то чаще всего мы иссякаем, стараемся иссечь именно кожу, не повреждая более глубокие слои, поскольку иначе будет нарушаться питание этой ткани, может быть хуже заживление, нагноение и так далее. Конечно, лябиопластика может показаться такой пустяковой операцией, но иногда бывает, что срезают слишком много и тогда зияние происходит влагалище. А большие малые половые губы, они выполняют роль, так скажем, барьера, ворот, и они должны находиться всегда в сомненном состоянии. Таким образом отграждается полость влагалища от внешней среды. Мы знаем, ну или по крайней мере должны знать, что в влагалище своя интимная среда, свои микроорганизмы, температура, pH и так далее и тому подобное. Вот чтобы все это сохранялось, вот этот барьер должен функционировать. Если срезать слишком много, то потом это можно очень сложно будет восстановить. И будет это зияние, опять-таки воспаление, постоянное выделение, кандидозы и так далее. То есть это может быть такое. Ну и конечно, когда мы используем ту же самую местную анестезию, лидокаин, навокаин, у некоторых пациентов может возникнуть анафилатический шок. То есть когда пациент находится в операционной, есть анестезиолог рядом, то есть это угрожающее жизнесостояние, можно быстро оккупировать и тем самым спасти жизнь пациенту. Если мы это делаем где-то в каком-то кабинете, где нет анестезиолога, нет элементарно внутривенной инъекции, пациент не подключен к системе, то может быть очень печальный финал. Тоже заполни. Сейчас сижу и рассуждаю на эту тематику. Это напоминает какие-то страшные фильмы, когда это было что-то незаконное было запрещенный аборт, подпольный абортарий. И мне сейчас хочется спросить у людей о том, что это ведь фактор уважения к себе. Когда я выбираю лучшего врача, когда я выбираю лучшую клинику проверенную, я также рассуждал раньше и про психологов. Я говорю, вы имеете право спросить сертификаты, вы имеете право позвонить там, где учился тот или иной специалист. Я говорю, это нормальное явление. Вы же смотрите срок годности продукта, вы же не придете и не будете собирать эту просрочку и так, ну ладно, может быть, проканает. Я говорю, но почему вы со своей ментальной сферой, почему вы, не знаю, те, кто идет к странным косметологам, те, кто идет к косметологам интимной сферы, то есть, кто будет прикасаться клоуну, откуда рождается жизнь, ну это, для меня это всегда, это колоссальное уважение и любовь к себе. Значит, я могу сделать тогда вот обратный вывод, те, кто не проверяет и идет и вот скупой платит дважды, к сожалению, здесь срабатывает эта пословица, ну мне обидно, значит, у них очень низкая самооценка, кто разрешает просто кому угодно прикасаться к себе и разрешать делать что угодно. Поэтому я всегда хочу обезопасить людей, проверяйте, проверяйте специалистов и доверяйте тем, у кого есть медицинское образование. Да, полностью согласен, причем как бы здесь вопрос денег даже на втором плане стоит, потому что если действительно будет какое-то осложнение, то порой это потом очень сложно исправлять. Но многие все равно предпочитают, да, вот косметологов такие вот и ходят они. К этому и ходят, да. Но косметологам скорее всего пойдут именно на контурную пластику. Да, как я понимаю, она же недолго действует, да? Да, есть свой срок, существуют различные виды, то есть там по плотности и так далее, и они, да, имеют разный срок действия. В среднем где-то на полгода этого будет достаточно. Но это только восполнить объем, да? А если нам наоборот нужно уменьшить, то скорее всего это только хирургический вариант. И причем касательно возрастов это не всегда, да, женщины уже рожавшие, так скажем, за 30 и так далее. Зачастую бывает у молодых это иногда бывает связано с какими-то врожденными особенностями. То есть бывают 18-летние, 19-летние пациентки, которые приходят с очень большими растянутыми малыми половыми губами. Соответственно они приносят им дискомфорт. То есть они не могут там на физкультуре заниматься, бегать, прыгать, не могут тесное белье носить, джинсы не могут носить. В таком случае здесь только хирургическим путем уменьшаются губы, губы, То есть могут не только рожавшие прийти, так же могут и молодые девушки, да? Очень интересно. Если в этом есть необходимость. А вот допустим девушка считает, что у нее есть необходимость, ей как будто бы дискомфорт, а вы на приеме видите у себя, что у нее все нормально, просто психологически скорее всего, не сижу. Вы бы сказали пациентке, что у нее, я считаю, что не надо. Нет, если она считает, что у нее все плохо, а я вижу, что все хорошо, вы скажете. В пределах нормы, конечно. А почему вы считаете, что не нужно? Нет, нет, я вас и спросил, что скажете ли вы, есть присутствие психолога, что не надо. если я вижу ситуацию, когда женщина что-то там придумала и я вижу, что в принципе все функционально нормально, то, конечно, в таком случае я объясню, что в принципе здесь все нормально. Необходимости к хирургической коррекции здесь нет. И да, я бы рекомендовал консультацию. Я вот еще недавно прочитала на портале одно про восстановление деятельности. Да, читала такую статью, где муж каждый год отправлял свою жену восстанавливать действие. Ну, это, скорее всего, у них такой фетиш. И вообще, если, допустим, восстановить ее, то как-то партнер молодой девушке восстанавливает, может понять, что она действительница или нет, распознать, что это фальшивая действительность? Скорее всего, нет. Нет, да? Потому что техника этой операции заключается в том, чтобы уменьшить сам вход во влагалище. У девственниц этот вход закрыт девственной плевой, так называемой, и во время первого контакта она просто разрывается. Так скажем, суть операции восстановления, то есть, мы собираем вот эти остатки девственной плевой, да, они просто сшиваются. Есть краткосрочная, то есть, там буквально на неделю. Есть долгосрочная, она там на месяц, на два, на три, может быть, этот эффект сохраняться. Сколько раз вообще можно делать её? Мне просто интересно. Не для себя. Не знаю. Ко-нибудь. Подруги. Для подруги. На моей практике не было такого, что причина ко мне, вот как вы сказали, там каждый месяц приходила, поэтому... Это не в нашей стране, я просто, мне интересно, будет почитал. Подруги. Интересно было. Если нужен более длительный срок, тогда нужно сделать более такую основательную пластику. Тоже опираюсь на коллег из Украины, потому что я сексологическое образование получал в Украине, то есть, мы проходили о том, что детственная плева, она может быть изначально с отверстием. То есть, детственная плева, это как роговица глаза, она очень индивидуальная, и поэтому бывают случаи, когда её, в принципе, даже нет. То есть, родилась девочка, у неё и нету такого. Такая вот некая вот аномалия, её особенность. Такое бывает. Поэтому, в плане того, что да, она всегда целостная. Иногда некоторые даже считают, ну, то есть, девственница, а у неё есть отверстие, это будет детственная плева, даже два отверстия бывают у них. Ну, так выше, такая особенность. Это индивидуальная особенность. Но чаще всего отверстие есть, потому что менструальная кровь должна выходить. И когда мужчина требует, это, конечно, фетиш. Здесь огромный вопрос к женщине, хочет ли это она. Это огромный вопрос к ней, потому что я не думаю, что она не будет чувствовать себя. Это всё-таки вопрос к мужчине. У нас просто такой менталитет, скорее всего, в Казахстане, особенно на юге, что молодые девушки прибегают к этой операции. Иногда, чтобы обмануть, иногда, чтобы доставить приятно своему мужчине. Хорошо, если ещё у неё спрашивали. Да хотелось, если у тебя спрашивали. Потому что моё тело, моё дело, и это правило, которое уже, наверное, действует во всех цивилизованных странах мира. Юрий, я бы хотела, чтобы вы дали нам какие-то пожелания нашим зрительницам. В общем? Да. всегда пользуюсь моментом и рекомендую, желаю и настаиваю, чтобы женщины брали ответственность за своё здоровье в свои руки. Это всегда первое основание. Во-вторых, проходите скрининги, которые бесплатны в нашей стране. Это два. И в-третьих, да, я бы сказал, вот и согласился, ваше тело это ваше дело. И если действительно есть какие-то потребности в изменении, в том числе и в хирургической коррекции, то мы всегда с радостью вам поможем в этом. Приходите. Владимир, пожелания от вас. Мне очень хочется, чтобы секс в вашей жизни приносил только удовольствие, чтобы он был по обоидному согласию и когда это необходимо, чтобы он был безопасным. И да, от секса нужно получать кайф, потому что это есть те, кто депривирует секс, от него отказывается, считает, что жизнь нормальная. И такое тоже возможно, потому что асексуалов в мире где-то 1%. Но остальных людей секс это является неопъемлемой часть нашей жизни. Собственно, мы так и появляемся на свет. Поэтому пайфовываем секса и безопасного. На этом наш эфир подходит к концу. Мы хотим сделать вам подарок. Первым пяти написавшим комментарий под нашим постом мы сделаем бесплатную онлайн-консультацию от нашего замечательного доктора Фоменко Юрия Михайловича. Здраво! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и приходите к нам на Наримановскую 54. Обсуждали у меня 50. Подписывайтесь одних письки смотрим в голове. Даже у меня их нет в голове. А у меня есть. Приехали. Хорош, что они мужские. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также приходите к нам по адресу Наримановская 54. Ждем всех! ПО! МОЕ ПОДПИШИ呢! Продолжение следует...